всем привет уважаемые подписчики и зрители канала с вами титан я продолжаю играть в hardstone показывать вам какие были но произошли изменения в общем-то в предыдущей серии примерно рассказал что новенького в hardstone появилась а мы продолжаем обзор тех колод которые у меня есть на данный момент и что-то я комментирую про каждый может быть класс и колоду ну как я уже говорил самое сильное у меня на данный момент колода мага дальше скорее всего я думаю охотник но это только у меня там что-то сильнее слабее из-за того что мне есть какие-то карты каких-то нет карт и чем-то я лучше играю да чем-то хуже играю так далее вот но есть на это все наслаивается скажем законы данной меты который сейчас есть то есть какие-то на данный момент сильнее колоды какие-то слабее но из-за из-за тех или иных нововведений до из-за тех или иных действий вообще игроков их каких-то задумки и придумки и так далее вот тот же face hunter он допустим и сейчас сильный до этого был поэтому у меня он сильный вот но это не классический face hunter сейчас мы им будем играть ну может быть я скажу я буду по нисходящее примерно так играть то есть самая сильная чуть послабее но как на мой взгляд у меня сейчас вот но все это чуть вот можно сказать что у меня лично маг самый сильный и охотник и чернокнижник вот все остальные они как-то так размыты расплывчатые скажем так и все остальные вот эти вот три основных колоды у меня сейчас более менее сильные остальные так вот так как-то получилось хотя последнее время паладин там я к нему когда будем я поговорю про него и про другие ну чтож давайте я покажу что у меня у охотника какая колода не мы им с игранем один разок это так скажем face hunter но опять же с небольшими изменениями моими новыми картами из нового дополнения большой турнир но это естественно лепо гном липо гном хотел сказать липо гном это оружие который дает плюс один к атаке случайному существу тоже хорошая штука вот это обожаю секретик ловушка это из новых из новых карт снова дополнения неплохой секрет но чуть хуже чем это но мне кажется но неплохой неплохой поэтому у меня здесь но то естественно тоже секретик стреляет вот это естественно раз секрет это поэтому вот эти две карты есть это жонглер как обычно ну вот эти добавил две типа жонглера только плюс ну одиночку стреляют случайно ну более-менее хорошая как-то не скажу что но иногда она спасает иногда вот это интересная как-то ну как-то я еще и ну не распробовал ну то есть она хорошая хорошая как-то она на поле боюсь и как обыдь но вставляйте когда ее и опять же случайные извините на случайные карты из колоды противника и вашего показываются если у вас карта больше маны стоит и в руку вы кладете именно то что ту карту которая выпала случайно но в общем посмотрите ну так уже понятно эта команда взять вот это достаточно хорошая карта часто она мне спасала бьет двое две единички на как как какого-то юнита какого-то в общем на карту с соперником и влево-вправо бьет еще две единички урона хорошая карта это понятно питомец собачки понятно с рывком вот это раньше я думал что-то хорошее будет для фэйсханта карта потому что часто я ну не только фэйсханта у охотника часто мы нажимаем его способность и я думаю вот воодушевление будет низ то света и постоянно но как-то это самое типа хорошая карта но очень редко получается и и сыграть эту карту потом сыграть ну она же сразу не может ходить если вы играете способность охотника это как-то да получает неистовство ветра неистовство ветра но она еще не может же атаковать и и потом ее убивают эту карту и у вас преимущество то нет а если вы выставляете на поле и допустим ну не нажали вы способность охотника и это как-то выживает и на следующий ход вам нужно нажать вот способность охотника и только потом вот этой но не так часто это получается поэтому как-то думал раньше что хорошая карта но сейчас думаю что она такая более-менее какая-то средненькая не получается и участок сделать это понятно и вок защитник мукла то же самое не всегда получается его сделать вот это воодушевление то есть вам нужно 5 маны выставить 5 маны потратить потом еще воодушевление вот но если это получается и у вас много юнитов на поле то это хорошее как-то вот вот это тоже достаточно хорошее ее как-то чаще получается разыграть получается у вас какой-то зверь вы выкладываете вот этого пастуха и у вас все на поле более на поле боя зверь получается то есть я бы сказал так вот это вот вот это вначале но более более хорошая как-то потом я бы сказал что вот это но я имею ввиду из новых из нового дополнения а потом бы уже но не знаю ну да дальше там уже пришел ну что же давайте собираем охотником в общем то можно назвать что это фэйс хант но он такой с вкраплениями новых карт из нового дополнения большой турнир вот давайте посмотрим сейчас найдется нам соперник вот и чаще всего сейчас я вот играю охотником просто потому что я мне хочется его докачать до 6 до 60 до уровня просто вот так вот ну что мы тут имеем единственное хочу что-нибудь поменьше еще бы за и за ну ну да в принципе да в принципе питомец лучшим чем оружие ну как все спорно конечно это все не всегда все так однозначно в хартстоне да у меня одни троечки двоечка но ничего вот это вот это вот в принципе да это хороший как-то потому что она за двоечку да я что-то сейчас подумал ой извините про микрофон тут наушниками микрофон наушниками задел надо же да за двоечку она достаточно достаточно ну вот вот это что говорил на одиночку нам даст но ничего а вот это нам в руку даст звери давайте опять же посмотрим новую эту механику кто не знает оп оп видите выиграли вот и собственно вот эту карту мы получаем а это-то как-то как я говорил очень даже ничего поэтому я бы так сказал что вот это хороший как-то теперь вот это так повезло не нет вот эти да да хорошие как-то не знаю для фейс ханта они хорошие ли для скажем так просто для ханта но здесь мы давайте этого уничтожим чтоб он не маячил нам не жутко я сегодня наушниками задеваем микрофон что такое большие наушники или микрофон просто близко жонглер понятно на жонглер это у нас понятно но на жонглера у нас есть это и вот так давайте сделаем все таки не хочу тратить скажем так в жонглера одну единицу одну единичку урона потому что он сейчас все равно умрет вот обожаю этот секрет просто вообще крошер здравствуй крошер здравствуй крошер но сейчас это интересный момент стоит ли мне убить крошера либо нет ну да не давайте вот так посмотрим все таки что то на выпав выпало конечно не то не то выпало ну давайте ее уж так так то ну вот более менее как то получилось не совсем так как я хотел ну что же сделать это хардство тут не всегда все не всегда все получается так как хочется а вот вот это хорошо ну собачка тоже это прекрасно просто не собачка головок вот ну не страшно не страшно ну а шли что ты хочешь нанесешь ты мне два урона а ну по я понял типа разменяться да согласен а вот он думает в меня или не в меня ну давай это но в принципе меня устраивать в принципе меня это устраивает ооо моя любимая моя любимая ловушка но как это скажем нужна ли она да нужна ли она ловушка да все таки давайте сделаем можно конечно сделать по другому нанести сейчас урон и как вам сказать но она видите она в левой вправо еще наносит ее как бы не хотелось это бы тоже 5 урона мог нанести поэтому тут вы знаете непонятно непонятно как говорится ну давайте вот так сделаем возможно это как там скажем не лучший ход до не лучший ход ну так вот почистим поле оставим ловушку посмотрим ну хотя я фейсхант я вроде как фейсхант я должен в лицо бить а я вот что то и не бью в лицо поэтому ну скажем так я не совсем фейсхант отчасти ну не я в смысле колода поэтому 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 такие дела вот ну что ж нас ловушка есть у нас нет только какого нибудь зверя на поле но я думаю зверь какой нибудь нам придет и мы тогда вытащим в пастуха в принципе тоже обожаю вот эту карту она очень вы знаете так ну так конечно вот это конечно неприятно вот это вот я говорю против магов тоже достаточно сложно играть бывает поэтому поэтому я вот особенно когда они начинают всякие вот такие штуки делать вообще вообще неприятно вообще я даже не знаю сейчас что терпеть что ли нам терпеть терпеть давайте будем терпеть просто боль не знаю унижение от мага боль и унижение от мага терпеть будем а вот же шона какой ну смотри вот я говорил пришла вот эта карта я ее допустим сейчас смогу разогреть смогу даже сделать нистовство ветра но ее убьют поэтому вот такие дела ребята ну хотя бы ради того чтобы просто показать вам механику хоп и вот она получила нистовство ветра в принципе давайте вот так сделаем вот так теперь да ну вот этот более менее более менее получилось вот и он осталось вот это вот он живет когда умирает он он оружие 5-3 беда вот это вот конечно это конечно я ну вот он убивает но ладно а и все ну да но здесь мы ребята я уже сразу вижу что мы мы я проиграли но тем не менее тем не менее так у него пятерочка а я зря сделал да 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 мне надо было в начале это ну вы поняли да я ошибся ну что ж ошибся я да бывает нам надо было пока зверь был на поле разыграть это все ошибся ребят ну то есть вы поняли да ты был зверь я бы вытащил вот этого он бы еще зверь зверь вытащил вот еще этот бы мог я потом разыграть хорошо а сейчас мы проиграли на ребята сейчас мы проиграли но что ж я говорю я не столько показываю как надо играть скорее как не надо да а кого он у меня заморозил что-то не понял что-то я сейчас не понял я вот не понял вот это он зачем сходил сейчас странно странно очень очень это странно очень это странно вот да я там сажал эту ошибку достаточно серьезную поэтому не знаю выиграл ли я бы что сделав я правильно вытащил это вот этого потом потом там еще но тем не менее тем не менее не что это и что это он а это он так типа прикалывается ну что ж вот такой был почти что как фейсхантер с изменениями если бы не допустил я ошибку там то может быть бы и выиграл может быть вот ну что ж давайте на этом закончим еще может совсем немножко есть времени ну что еще вот такой вам сказать следующими будем дальше играть не знаю на этом деле всеми получится нет что у нас на арене у нас как обычно там 150 99 особых изменений нет ну может быть что еще можно вам показать то что я какие хочу наш на что я коплю и что я хочу да давайте посмотрим быстренько сейчас буквально есть две минутки но удовида я не знаю особо я сейчас не на это как-то коплю ну да в принципе вот это вот авиана все ваши существа стоит одну ману очень хорошая легендарка очень но на удовида только вот но в принципе я ее когда-нибудь конечно хочется и значит скрафтить или что но изготовку вы кладете в руку случайно как то охотника за каждое заклинание за годами на этом ходу много 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 есть карт интересных вот у даже отчетного скрафтить могу паучка нот не очень мага что мага по моему чучело сейчас быстренько так пробегусь я гоним чердейские стрелы неплохая легендарка вот это но потом до полагина зайдем от хорошей карты я потом расскажу тоже интересно так всех существ я также тут быстренько просто вам может кто-то не видел что-то показать вот это считаю очень хороший легендарка но она у жреца только используешь силу и героя жреца призывать на поле боя случайно легендарное существу считаю очень хорошая карта очень хорошая легендарка здесь у нас разбойника всякие штуки это не очень кажется в общем с новым дополнением мое мнение что шаман и паладин как-то больше выигрывают там мы дойдем еще до этого я поговорю вот это классная карта но до шамана когда дойдем я вам расскажу про эти значит карты шамана чернокнижник ты-то это но это вот новые все только карты показываю и снова дополнениями цены война война что ты уже не помню что такого интересного ну дойдем до войну так выберете три карты кладете на поле боя всех существ полученных таким образом в общем и хорошая карта только я до конца не понимаю то есть и как ты берешь потом на поле боя всех существ но как бы я знаю что вроде как хорошее это очень гидро к ну тут обычные пошли у нас да в обычных тоже есть достаточно неплохие об этом тоже я потом может быть поговорю вот это вроде как интересная саботаж вот это для паладина еще какой-то хотел легендарку показать в смысле на что же я коплю да сам вспоминаю на какую-то по моему обычную легендарку но уже но уже сам не помню да на какую так заменяет обычную силу героя на улучшенную может быть на эту я коплю легендарку может быть на это по моему да по моему я вот на эту пока коплю вроде как посмотрим ну что ж всем спасибо кто смотрел подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем спасибо всем пока в следующей серии я думаю посмотрим каким дальше поиграем персонажем всем пока